Издательство Эксмо Дарби Кейн Милая женушка Моей маме Джоан Даймон, передавшей мне свою любовь к триллерам и интриге, ни разу не отказавшей мне в покупке книги и родившей меня на свет. Вообще-то, наверное, начать надо было как раз с этого. Глава первая Монстр Приметы она проглядела, может, проигнорировала, сама того не осознавая, зато теперь ни за что не сможет от них отделаться. Захлебываясь адреналином, Лайла разносила спальню в пух и прах. Опрокинув корзину для белья, раскидала содержимое. Пихнула кровать, соданувшись голенью о металлическую раму, прежде чем столкнуть матрас, чтобы заглянуть под него. Поползла на четвереньках по полу, не обращая внимания на боль в костях, простреливающую от ударов отвердую древесину. Заглянула даже за тяжелые гордины, на которых он настоял, потому что утренний свет вызывал у него головную боль. Гнойник омерзения, возревавший годами и тщательно упрятанный подальше, чтобы не отравить их липкий покой, лопнул. Волна обжигающего жара прошила ее насквозь, поганя и без остатка стирая каждое хорошее воспоминание. Дурацкие светонепроницаемые шторы! Она не одну неделю выискивала комбинацию нужного цвета с абсолютно непрозрачной подкладкой, понукаемой его рявканьем. Кому какое дело, что она предпочитает просыпаться от света, льющегося в окно, и что этот плотный материал погружает комнату в удушающую тьму? Его правила. И его нужды. Вся ее энергия, сдерживаемая ненависть, копилась и концентрировалась, пока, наконец, не вскипела. Недавняя вереница обиты презрительных комментариев, которые она пропускала мимо ушей, подавляемое ощущение безысходности, разочарование от того, что поддалась потребности чувствовать себя нормальной и подражать окружающим, что позволило ей привести себя сюда, к нему. Лайла тянула и дергала эти долбанные шторы всем своим весом, рванула, что есть сил под исторгшийся из груди вопль. Комната наполнилась оглушительным треском, и Лайла с трудом сохранила равновесие. Натянутый плотный материал, наконец, сдался. Левая сторона разорвалась вдоль штанги, и напряжение, поддерживавшее ее, сразу развеялось. Она все-таки упала. Грохнулась возле изножья кровати, да так и осталась лежать, таращась на белую стену и жалея, что промахнулась с выбором. А потом в тишине раздался щелчок. Это рухнул барьер глубоко внутри нее, отгороженный стеной и пустотой, позволяющий ей игнорировать то, что ей нужно было игнорировать. Гнев и отвращение. Досада и вина. Эмоции забурлили, смешиваясь, захлестывая с головой и заполняя каждую клеточку ее тела. Но, едва нахлынув, цунами палящего жара испарилась. Высохла и исчезла в промежутке между двумя вдохами. Она ничего не чувствовала.